Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Тема сегодняшнего видео «Похвали меня». Мы с вами попробуем понять, каким образом жажда похвалы связана с инфантильностью и несепарированностью личности, с её невзрослостью и неотдельностью. Давайте исследуем, как всегда, историю этого процесса. В какой период жизни похвала для нас была жизненно важной? Тогда, когда мы были детьми. То есть в зависимости от того, как к нам относился наш значимый взрослый, зависело получение нами благ или же неполучение. То есть если мной недовольны, значит мне не дадут то, что я хочу. И личность взрослеет, меняется, уже не столь зависимо от опекунов. Но эта фишечка, этот доминант остаётся в психике. И человек не понимает, что он по-прежнему под её властью, под её влиянием. Он ощущает почему-то дискомфорт, он почему-то жизненно нуждается в этой похвале. И даже сам замечает, насколько это иногда бывает патологичным, как фактически происходит умирание, когда мной недовольны. То есть мы в тот момент, когда попадаем в какую-либо зависимость, можем регрессировать до состояния ребёнка, для которого жизненно важно, хвалят его или не хвалят. Потому что противоположностью похвалы является, значит ругают, значит недовольны. Если не хвалят, значит ругают. Даже человек, который достаточно нейтрально относится, спокойно, не избыточно эмоционально, может восприниматься как холодный, отвергающий, непринимающий. То есть психике надо выполнить команду. Она как робот под влиянием выработанной доминанты, рефлекторной дуги. Иди на альфу, мне нужна похвала. И если другой человек спокойный, то он уже не дающий похвалу, а значит отвергающий. И значит надо стараться, стараться сделать что-то, чтобы вызвать его улыбку, чтобы он обратил внимание, чтобы он перестал быть холодным. И иногда у нас включается это помимо воли. То есть мы видим кого-то холодного, спокойного, и нам как будто надо зацепить его, хоть каким-то образом обратить на себя внимание. Когда эмоциональное реагирование является целью и смыслом, мы можем говорить о некоторой инфантильности. То есть я как будто служу не по делам, а по реакции на меня. И поэтому можно стать легкой жертвой манипуляторов. Те, которые хвалят, те, которые говорят комплименты, становятся как будто хорошими людьми. Хороший человек — это человек, который даёт нежелаемое. И в похвале есть ещё один интересный патологический момент. У ребёнка нет понимания, что он делает что-то для себя. Он как будто всё делает для других, потому что у других находятся блага. Давайте разберём на примере. Например, я говорю своему клиенту, посмотрите этот ролик, там есть та тема, по которой у вас возник вопрос. Человек приходит и говорит, я посмотрел ролик, который вы сказали. Делает паузу. То есть как будто он посмотрел не для того, чтобы разобраться в себе, потому что я это сказала. То есть он это сделал как подарок мне, как для меня. И когда человеку пытаешься вернуть ответственность, ну вы же его смотрели для себя. Ну вы же мне его сказали посмотреть. В этот момент должна замкнуться вот эта рефлекторная дуга, эта цепочка, где похвала её замкнёт, и я почувствую, что я молодец, я хорошая. Я молодец, я хорошая. Я молодец, я хорошая. То есть мы как будто подпрыгиваем, и нам надо допрыгнуть макушкой до какого-то потолка, зачекиниться там, и как будто цель выполнена. Всё, я хорошая. И вот это я делаю это для другого, не для себя. Это подарок тебе. Я помню, был мультик про Масяня, когда там, по-моему, Хрюнди приходит к Масяне, дарит лошадь, говорит, это подарок тебе. А она говорит, какая-то дура. Он говорит, сама ты дура. Это подарок тебе. И вот когда человек в инфантильности, он там находится постоянно, или по каким-то причинам он туда провалился, например, когда нам что-то надо, мы сильно зависим, и мы неизбежно будем проваливаться в инфантильность, потому что мы жаждем получить благо другого, то тогда мы становимся вот этим подарком. «Я пришёл и с собой одарил, радуйтесь». Так происходит, когда новорожденной появляется семья, и семья радуется ему. То есть факт рождения — это достаточный факт, чтобы радиться появлению. И вот эта радость от появления, вот я пришёл в ресторан, все должны всё бросить и обслуживать только меня. Я приехала в отель, все должны всё бросить и радоваться, что я явился. «Я сделал, я нарисовал, я написал». То есть человек как будто это не делает для себя, для своей реализации, для получения каких-то благ, а он как будто это делает для других. И получается здесь такая ловушка, такой парадокс. С одной стороны, человек в инфантильности полностью зациклен на себе. Всё для меня, весь мир для меня. Но при этом ему кажется, что он всё делает для других, а для себя ничего. Он даже видео снимает для других и патологически зависим от реакции. Может прочитать 10 «спасибо» и один какой-то комментарий негативный, и всё, всё разрушилось. То есть это требование, как у ребёнка, безусловного принятия, полного принятия, всехнего принятия. У других людей как будто нет вариантов, нет свободы выбора собственного поведения. Оно предначертано уже мной. Уже в этом узком коридорчике то это должен бежать. И когда мы нарываемся на похвалу, такие паузы делаем, ну, в этой паузе надо уже меня похвалить. Мы это не замечаем. Но когда кто-то это делает с нами, мы можем в полной мере ощутить всю прелесть этого. Вот представьте, кто говорит, ну, я вот сделал, смотрит на вас. Мы ощущаем принуждение, что нас как будто заставляют сейчас что-то сказать. Вот эту похвалу как будто надо выдать. Выдаить, как у коровки молоко. Её надо выдаивать. В этот момент я замыкаю свою рефлекторную дугу, я себя чувствую лучше, я молодец, я особенный, я хороший, я правильный. То есть человек может почувствовать себя хорошим, когда он совершает какой-то поступок, какой-то конструктивный, когда он, например, не вошёл в конфликт, смог обуздать свои эмоции, когда он сделал что-то стоящее. Видите, здесь оценка идёт изнутри, когда человек сам понимает, что это такое, и внешняя реальность это подтверждает. Например, с тобой шли на конфликт, а ты сказал, я не хочу. Я не хочу сейчас общаться в таком тоне. Но ты не пошёл на конфликт, ты сохранил отношения, и своё чувство достоинства. То есть ты понимаешь, что ты сделал что-то ценное, и есть подтверждение в реальности. А ребёнок, он не понимает этого мира, этой жизни. Ему только может кто-то эту похвалу дать. У него как будто у самого нет права. Как нет собственных денег, так нет и права объективно оценивать, что я сейчас делал. Ну и ребёнок ещё не мыслит, он ещё не знает этот мир, он не познал объективную реальность. Он неопытен, у него нет мышления. И поэтому как будто я хорошесть могу получить только со стороны. У меня нет права генерировать это вещество, эту ценность. Я могу ценность только получить снаружи. И тогда появляется такой голод, который ничем не утолим. Сколько бы ни хвалили, всё равно будет мало, и всё равно будет потребность в этом. И будет обида, и будет претензия, если не было этой похвалы. Например, когда я хочу быть хорошей хозяйкой, я что-то готовлю, я это делаю для себя. Но я не могу присвоить это себе, я не могу сама себя ощущать ценной. Я могу только со стороны получить эту похвалу. И тогда другой мне должен. Вот самое ужасное в этой жажде похвалы это то, что другой должен, значит, другому постоянно предъявляются претензии. И постоянно человек такой обиженный, недооценённый, недопринятый, недохваленный. Вот эта вот инфантильность, несепарированность, когда у меня нету контакта с реальностью, и у меня нету этого права. Определять ценность своей мысли, определять ценность того, что я сделал. И получение похвалы снаружи это такое быстрое получение признания. Потому что сгенерировать какую-то умную идею, умную мысль, сделать что-то конструктивное, что-то интересное, что-то оригинальное, для этого надо вкладывать силы. Это очень долго. А похвала — это быстро, быстро углевод. Его можно быстро получить от кого-то. И дети, да, они нуждаются в похвале, их надо поощрять, не спорю и так далее, и так далее. И я не говорю, что плохо похвалить. Некоторые слушают, ой, вы сказали, что плохо похвал. Я такого не говорила. Я говорю, понаблюдайте. Нет ли патологической зависимости? Потому что если есть жажда похвалы, значит, всё, что не похвала, это будет ругание. Вот эта похвала, жажда похвалы, она ходит рядом из жаловаться. То есть ещё можно свою ценность повысить жаловаться. То есть жалование. Жизнь тяжёлая, мне было так трудно. И человек как будто набивает цену того, что он сделал. То есть оно само по себе имеет какую-то цену, но нужна сверхценность. Тогда надо жаловаться, как было трудно, когда человек это всё делал. То есть если не можешь выдать похвалу, тогда выдаивай хотя бы жалость, чтобы тебя пожалели, бедненькие, несчастненькие, как тебе тяжело, как ты страдал. И тоже я ощущаю ценность. Ещё можно, чтобы других ругать. Вот другие нарциссы, а ты не нарцисс. Вот другие, у них есть эгоистические, а у тебя нет, вот ты святой, ты хороший. Это вот какие-то такие плохие другие люди. Вот у них есть агрессия, а ты никогда не агрессивный. Видите, так легко манипулировать. То есть хвали, говори, что человек особенный, лучший, что бы он ни сделал. Не важно. Что бы он ни творил, всё равно хорошее. жалей его, бедненькие, несчастненькие, как не повезло. Или же ругай других. И человек такую тёплую ванну себе делает, там плёскается, всё ему отлично, можно ничего не делать. Потому что, если я хороший, если меня хвалят, значит, всё, я достиг своего апогея. То есть для ребёнка получить вот это вот похвалу от взрослого, которого находится благо, является конечной точкой эволюции. Всё, можно расслабиться, ничего не делать. И многие люди именно поэтому боятся комплиментов. Они боятся, что их похвалят. Потому что внутри просыпается некий монстр, которого достаточно сложно удержать. Похвала, она как будто даёт возможность, даёт право лицензию на вседозволенность. И человек, инфантильный, неотсепарированный, он всё время будет бессознательно пытаться захватить больше власти, больше полениться, больше себе разрешить, больше занять собой пространство. Это нормальное, вот у кого есть домашнее животное, вы видите, как если границы перестанёшь держать, животное садится на голову. Как и дети. Дети сами не умеют держать границы и взрослый должен держать. Если в человеке большая доля инфантильности, он же ещё не сепарировался, он не стал взрослым, то он неизбежно будет пытаться отжать побольше. И меня похвалили, я как будто пугаюсь, но пугаюсь я не внешнего, а того, что у меня внутри просыпает. Потому что в этот момент я уже как будто могу наглеть. И мне сложно себя убедить, если меня ещё не приняли, если я ещё борюсь за принятие, то как будто эта наглость не разрешена. А когда приняли, всё, уже теперь можно. И теперь мне самой себя не остановить. Фактически, когда мы в инфантильности, тогда деятельность сама по себе она не имеет для нас смысла. Вот как для ребёнка, для него уборка квартиры она не имеет смысла. Как и вовремя ложиться спать, как и ходить в школу. Она ходит в школу для взрослых, чтобы не ругались, чтобы хвалили, покупали что-то. И вот в этом состоянии, когда все блага где-то у других, я вот остаюсь в детских смыслах, в детских паттернах, в детских целях, то тогда я даже не могу получить удовольствие от работы. Не могу ощутить вот этот кайф взрослого человека от хорошо, качественно сделанного дела. Мне надо, чтобы похвалили или пожалели, или поругали других, или сказали, что я лучше это сделал. А сам я этим насладиться не могу. И человек становится голодным, у него вечная жажда, он будет вечно виснуть. Вот это вот ощущение, что виснешь. И иногда бывает так, что с посторонними мы достаточно взрослые, но когда с близкими, мы начинаем в это падать. Вот это вот обида, что не оценили, обида, что не похвалили. Вот эта претенциозность, она создаёт напряжение. И поэтому многие отношения разваливаются. Если вначале человек старается мыслить, то в какой-то момент он получает право на эту вседозвольность, и поэтому всё разваливает. Вот так бывает даже новый ресторан открылся и там стараются привлечь клиентов, а потом он уже запустился и всё, можно наглеть, можно расслабиться. И он развалился. Поэтому достаточно сложно делать бизнес, быть профессионалом. Вот устроился на новую работу, стараешься, сдерживаешь своего ребёнка, который хочет, чтобы всё время был день рождения, чтобы он был как подарок, его все хвалили. И вот он старается, чтобы этот день рождения устроил. А когда уже устроили всё, можно расслабиться. И теряешь, и это, кажется, может, надо другую работу найти или другого человека надо найти. И повторяется одно и то же. То есть инфантильность, она не то, чтобы она деструктивна, но она разваливает то, что создаёт. Она не может расти в этом. Она достигает определённой точки, получает принятие, начинает расслабляться, и поэтому начинает запускаться деструктивные процессы. Попробуйте сейчас отследить в себе с честностью вот это, вот этих три паттерна. Три паттерна. Жажда, чтобы меня похвалили, то есть нарываться на эту похвалу, сравниваться, я бы так никогда не сделал, то есть когда другие хуже, чем я, то есть похвала, я лучше, чем другие, другие хуже, чем я, или же жаловаться, когда мы цену, тому, что мы сделали, повышаем страданиями. Вот ребёнок, он всё время страдает, он никогда не может делать что-то как радостное, для него дело не это страдание, не страдание только лежать, не страдание только быть кулёчком, вокруг которого все суетятся, а всё остальное будет страдание. И попробуйте писать, как всегда, в комментариях, можете взять один из этих паттернов, можете все три. Я напоминаю, что 25-го будет вебинар про сепарацию, состоятельность и свободу. То есть, видите, в этой инфантильности как будто мы тоже стремимся к свободе какой-то, но это свобода вседозволенности, и эта вседозволенность она разрушительная, она начинает разрушать всё вокруг себя, мы не можем расти, эволюционировать. А свобода взрослого в том, что у него есть выбор, делать это или нет. Когда мы с вами вот эта несепарированность, инфантильность, мы говорим, что мы застряли в целях и смыслах из детства, они самые эмоционально заряженные, мы как роботы продолжаем это сделать, не понимаем, почему мы страдаем, почему мы именно так реагируем, почему нам именно это надо. А вот эта сепарированность, она даёт возможность нам становиться хозяевами своей жизни, действительно собственниками своей психики, собственниками своего поведения, когда у нас есть выбор. Я с вами прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, пишите комментарии как благодарности, если видео вам понравилось. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok